мнение экспертов. Значит, смотрите, все группы молодцы, каждая группа пыталась выжить по-своему. Давайте посмотрим, что у нас получается. Смотрите, по мнению экспертов, МЧС самый, скажем так, лучший вариант – это ждать на месте спасателей. Поэтому та группа, которая выбрала вариант двигаться к людям, вы, пожалуйста, запомните на будущее. Если в пустыне окажетесь, все-таки проще найти вас, когда вы на одном месте, да, тем более там, где упал самолет, нежели чем вы ушли и неизвестно, где вас искать. Значит, теперь, пожалуйста, вариант МЧС, разработан специально для данных условий. На первом месте у вас должно быть полтора литра воды на каждого. Это самая главная ценность. То, что позволит вам дождаться спасателей. На втором месте карманное зеркало для сигнализации летчикам. Третье – легкое полупальто на каждого прикроет от палящего солнца днем от прохлады ночи. На четвертом – карманный фонарь. Пятое – парашют красно-белого цвета. Ну, можно укрыться, можно сигнализировать, растянуть, с воздуха легче. Можно будет заметить вот такое яркое пятно. Следующее – шестое охотничий нож, полиэтиленовый плащ седьмое. Восьмое – охотничье ружье с боеприпасами. Делятые солнечные очки на каждого забывали. В пустыне слепящее солнце песок отражает солнечные лучшие. Следующее – переносная газовая плита с баллоном десятая. Одиннадцатая – магнитный компас. Большого значения не имеет. Вы ждете, да? Двенадцатая – ледная карта окрестности. Тринадцатая – определитель съедобных животных и растений. Четырнадцатая – литр водки на всех. Допустимо использовать только в качестве антисептика, да? МЧС предупреждает употребление внутрь, примудет к обзвоживанию вибрии. Далее. Пятнадцатая – пачка соли. Практически значимости практически не имеет. Вот смотрите, самое главное. Мы с вами попытались все выжить, но у нас, к сожалению, время ограничивает, да? Но как бы то ни было, мы с вами пытались добиться главного, услышать друг друга, сплотиться и выжить не в одиночке, что практически невозможно, а выжить коллективом, правда? Так что для настоящего руководителя важно уметь создавать команду единомышленников и вместе с ними двигаться к достижению поставленной цели. Но сейчас внимание на экран для вас видеофильм о Институте культуры, который у вас сегодня в гостях. Внимательно смотрим. Алтайский государственный институт культуры и искусств образован в 1975 году. В настоящее время образовательная деятельность в институте осуществляется.